Приветствую вас. Вы знаете, Никита, есть некоторое противоречие, как мне видится, в том, что вы пишете. Противоречие здесь не так очевидно, как может показаться на первый взгляд. На мой взгляд, по моему мнению, вероятно, вы даже не согласитесь со мной, с тем, что я вижу это противоречие, с тем, что оно есть. Но, тем не менее, я буду надеяться на то, что вы прислушаетесь к тому, что я сказал. Вот, с одной стороны, вы говорите, что я адекватный парень с большими целями жизни, четко знаю, чего я хочу, чего хочу и как этого добиться. Знаете, а что такое адекватный парень? Во-первых, что это такое? Второе. Для чего вы пишете про свои цели? То есть, ну, зачем-то, зачем? Как бы, есть даже, есть такое чувство, что вы, как будто бы, не знаю, не уверены в себе, или хотите нам показать, что у вас есть эти самые четкие цели. То есть, я бы сказал так, что для отношений, четкость цели особо не важна, не важно, именно цели, именно цели. Важны другие вещи, но не цели, вот, поэтому, большой вопрос, для чего вы написали про цели, именно цели твои. Следующий момент, вы пишете о том, что знаете, как это вы добиться, четко, еще я делаю вывод, что вы довольно такой рациональный человек. Вот, полагаетесь на рационализм, полагаетесь на, значит, ну, значит, на разум. Вот, и, это, на мой взгляд, не всегда хорошо, потому что, судя по тому, что я вижу, с девушками вы отношения выстраиваете по статистике, это так не работает. Человек, он выстраивает отношения, ну, немножечко по-другому, человек выстраивает отношения, все же, на основе чувств. У меня складывается такое впечатление, что, вот, ну, что, девушка, для вас девушка, это просто еще одна цель, понимаете? И, наверное, это, самая такая, вот, основная проблема, для вас, в этом контексте. То есть, человек и статистика, человек и статистика, несовместимы, особо совсем. Вот, а вы, как бы, абсолютно шаблонно, да, словно проводите опрос, да, вот, ну, словно, как будто бы по опросу. А, значит, пытается просто познакомиться с девушкой, вот. И, соответственно, как бы, такая вот, вежливость, скажем так, шаблонно, опять же, вежливость, да. Она, эта вежливость, ну, принимается за низкую сумаску, вот. И, ну, это неприятно, конечно же, это неприятно, но вполне закономерно, понимаете? Вот. Ключевой момент здесь в том, что вас волнует и беспокоит. Факт отсутствия отношений. Ну, это вот, наверное, здесь такой ключевой момент. То есть, вам отношения для чего-то нужны, вы отношений почему-то хотите, вот. Притом, что, естественным образом, у вас это не получается. Пока что, ну, то есть, вы не встретили ощущающего человека, с которым вы, как-то, вот, естественным образом, да, у вас построили, да, отношения. Ну, вы пытаетесь эту историю преодолировать, но ничего хорошего зато не получается, потому что в данном случае речь идет о, в какой-то степени, искусственной, я бы сказал, мотивации, да, именно об искусственной, об искусственной мотивации. То есть, вы пытаетесь это, как-то вот, ну, насильно, что ли, да, насильно, как бы, это подтолкнуть, вот. А это так не работает, что это не работает через силу. Это естественным образом, должно получиться все, понимаете? И, то, что вы делаете, это, как раз таки, неестественность. Вот, то, что вы делаете, это неестественность. Это, скорее, вот опять же, через силу, понимаете? Вот, поэтому и не выходит ничего. И, соответственно, попытка подчинить разуму то, что вы делаете, ну, мягко говоря, ни к чему хорошему не приведет. А приведет только к разочарованию и к подкреплению своей позиции о том, что вы, например, недостойные отношения. Что вы, например, должны быть один, ну, всякое такое. Вот, хотя на самом деле это не так. Вот. И здесь, конечно, можно говорить о вашей позиции по отношению к себе, о вашем отношении к себе. Вот. А, возможно, подсознательным желанием себя наказать. А, возможно, подсознательным желанием продемонстрировать, что вы, там, недостойные отношения. Ну, вот, такая какая история здесь, вот, не очень приятная. А, что самое главное нужно для себя сейчас вам объяснить, то, что отношения вы строите не ради отношений. Вот прямо здесь и сейчас, сегодня, на данный момент, вы строите отношения не ради отношений, а ради чего-то. Вот. Вот. Ради чего-то. Вот. Понимаете? А, ради, вот, своих целей. Вот. Не важно, каких целей. Уверен, что эта цель хорошая. Но важно немножко другое. Что отношения выстраиваются не ради целей и не ради себя. Отношения строятся к человеку. Понимаете? К человеку. Не от человека, а к человеку. То есть, отношения – это определенный вектор, определенный вектор модели, модели поведения, направленный к человеку. Вот. Повторюсь, не от человека, а к нему. Вот. Это значит, что вы в отношениях направлены конкретно на чек, который вы хотите сделать счастливым. То, как вы выстраиваете отношения сейчас. Вот. Но здесь больше подходит немножко другая модель. Вот. Вот. Взаимодействие не по, которую вы используете. Вот. Потому что, ну, на самом деле, как бы, вот, действительно очень многие, ну, девушки, на, допустим, вот, в том же сайте знакомств, да, вот. Вот. Они могут воспринимать вежды, вот, как низкую, низкую сумму оценку. Вот. Ну, потому что, извините, отношения выстраиваются, ну, в таком контексте, да, немножечко по другим критериям, скажем так. Вот. А вами это, вот, к сожалению, не учитывается. Вот. Из-за чего, собственно, и возникают, вот, трудности, из-за чего, собственно, и возникают проблемы. Вот. И, соответственно, именно вот в таком ключе вам и нужно это решать. И когда, если вы, значит, поработаете с собой и восприятие девушек, вот, и со своими целями, со своими чувствами, вот, конфликтами, противоречиями. Тогда и ситуация будет гораздо лучше. Вот. Вот. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Я желаю вам всего доброго и удачи. Спасибо. Спасибо. Спасибо.